Пары, которые стали жить вместе. Что вас больше всего удивило в жизни с парнем-девушкой? Когда мы съехались, он выбрал себе одну полку, сложил туда все свои вещи и всё. У него в квартире была одна полка, у меня два шкафа. Сейчас, спустя несколько лет, я и ему всего накупила, но, по-моему, он не в курсе. Я просто с наступлением зимы убираю с его полки летние вещи и кладу зимние, и вешаю на самое видное место в прихожей тёплую куртку, а то так и будет ходить в ветровке и футболке. Ещё поражает, что если я проспала завтрак, он наестся, печенье и прочие ерунды. Хотя в холодильнике полно еды, вкусной, которую он любит, но она как будто существует в другом измерении. Когда я просыпаюсь запланированно, я с вечера кладу в тарелку завтрак и клею на неё большой лист бумаги с надписью «Завтрак» и ещё стрелочку снаружи холодильника «Завтрак здесь» и «Контрольную», «Завтрак там». На его место за столом, иначе есть риск, что не заметят. Но, пожалуй, больше всего впечатлило, что ничего не изменилось. Я думала, если нас теперь двое, у каждого свои привычки, возникнут какие-то проблемы, конфликты и прочее. Особенно учитывая, что мы оба работаем дома. 24 часа в сутки вместе, а квартира однокомнатная. Но ничего подобного, каждый занимается своими делами, не мешая другому, и все счастливы. Бонусом можно обнять свою половинку, когда проходишь мимо, чтобы выпить кофе. Нарушение личного пространства или отвлечение от работы из-за нелепой фигни. И это относится не только к партнёру, а ко всему роду людскому. Первое. У меня в семье нормальная ситуация, когда ты ешь на кровати, смотря какой-то фильм. Парень вообще не воспринимает еду в отрыве от стола на кухне. Теперь, когда мы что-то смотрим и хотим поесть, то сначала сидим на кухне с ноутом, и только потом переходим в комнату и переключаемся на плазму. Второе. Постиранные вещи часто остаются надолго в машинке, а кто-то из вас думает, что они уже сушатся. Приходится перестирывать. Третье. Договориться о том, кто что ест. Гораздо экономнее готовить на двоих, но внезапно оказывается, что у вас не совпадает рацион. Правда, это пропадает через какое-то время. Мы с моей девушкой уже 4 года вместе, и всё это время я не мог понять, почему моя девушка иногда просто так злится на меня. Я сейчас не шучу, она в любой момент может просто так взбеситься и наорать на меня. Мы пошли к психологу, и казалось, что у меня нет никакой девушки, и у меня шизофрения второй стадии. Клоун. Не понимаю, почему некоторые люди считают, что партнер должен уделять им 100% своего внимания. Это эгоистично и глупо, ведь каждый человек – личность, которому хочется посвящать время себе, своим увлечениям и так далее, а не верный щеночек. Поэтому лучше оговаривать заранее, что вы подразумеваете под нормальными отношениями, чтобы не возникли недопонимания. Я всегда знаю, где всё лежит, даже то, чем не пользуюсь. Например, все его инструменты, но стоит спросить что-то у мужа, слышу в ответ. Я понятия не имею, где это может быть. Да блин, это же твой реноватор и твой ключ для замены насадок на нём. Почему я должна знать, где он, если это ты им пользуешься? Но при этом я всегда знаю, где найти литол или шлифовальный диск для болгарки. И да, я тоже ему часто говорю, ты тоже здесь живёшь, это и твой дом тоже. Почему я знаю, где это лежит, а ты нет? Несколько сложностей из жизни с парнем. Ты, блин, вечно хреново прислуга или третья рука. Если он что-то делает, принеси, подай. Также ты вечно говоришь ему, где что находится. Даже если это его одежда, которую он сам же и складывал, блин. А ещё, манера вечно свои шмотки класть рядом с моими. Ну серьёзно, и сколько бы я ни просила, не меняется. А ещё, но очень редкая помощь по дому, после которой он ведёт себя как неистовый герой. Ага, блин, герой. Еда лежит никому не нужное два дня. Я съедаю её, девушка. А чё ты мне не оставил? Я тоже хотела. Пошла обижаться. Меня задолбало то, что мне приходилось доставать волосы из раковины. И в один прекрасный день, пока моя жена спала, было сложно. Но я постриг её под каре. Я парикмахер. На утро она, заметив это, начала на меня орать. Но с того времени она носит короткую стрижку. Наверное, если я начну жить с парнем, нам предстоит тяжёлый разговор. На тему того, что мне нужна отдельная кровать. Спать в обнимку, это капец как неудобно. Всё болит и не высыпаешься. У меня есть такая проблема, как ходить по всему дому за человеком. Так происходит, когда у меня голова абсолютно в своих мыслях. И вообще нет никаких планов. Но просто сидеть в одной комнате и быть в ней, это очень скучно. Поэтому я неосознанно хожу за человеком по пятам. У меня с моим женихом почти идиллия. Можем вместе лежать и смотреть аниме, сериальчики. Потому что вкусы одинаковые. Или можем лежать рядом и играть в игры на телефоне. Не мешая друг другу. Не пилю его, когда он катает в доту. А он не бесится. От моей любви к инстаграму. Любим вместе готовить. Самое главное. У нас одинаковые понятия чистоты и порядка. Оказалось, что вынужденное постоянное нахождение рядом очень напрягает. Одно дело пару раз в неделю встречаться и заниматься сексом. И совсем другое, каждый день быть в одной квартире. Рядом, даже тогда, когда хочется побыть одному. У меня часто бывает такое, что или посреди разговора, или посреди чего-либо. Не важно чего. Могу просто заткнуться и или замереть и смотреть в никуда на протяжении 15-30 минут. И мне будет просто плевать, что происходит вокруг и что вы мне говорите. Я думала, что жить с парнем сложно. Но нет. Теперь мне есть с кем смотреть фильмы, сериалы по вечерам. Если мне будет плохо, он приготовит мне завтрак. Мы по очереди моем посуду и заправляем кровать и вообще. Не разделяйте сильно обязанности. Это может обернуться вам боком. Когда она что-то покупает себе, вроде пончиков или чего-то сладкого, спрашивает, хочу ли я. На ответ не хочу, начинается целый допрос, почему и как так произошло. А все ли со мной нормально. Хотя я просто не хочу этот продукт. Это, конечно, не самое сложное в совместной жизни. Но ужасно раздражает, когда лежим на кровати в его однокомнатной квартире. И мне приспичило отойти по зову природы. А он спрашивает, ты куда? И так каждый раз, когда я встаю с кровати. Я думала, у меня много выпадают волосы. Пока не вышла замуж и поняла, что они у меня, считай, не выпадают вовсе. По сравнению с бородой мужа. И, как ни странно, слив чищу я. Наверное, такой закон, у кого меньше выпадает волос, тот чистит слив. Начал ходить в одиночные походы. Раньше мне это вообще нафиг не надо было. Но когда у тебя трое детей, жена, кошка и крыса, становится просто необходимо хоть иногда разгрузить свой голову и побыть со своими мыслями наедине и в тишине. Окей, возможно, я покажусь бессердечным, но я никогда не любил. Поэтому выбирал свою половинку, исходя из трех параметров. Первое. Она не должна меня раздражать. Второе. Она должна быть достаточно красивой в моих глазах, чтобы секс был в радость. Третье. Она должна быть достаточно ответственной и верной, чтобы я мог ей доверять. Исходя из этого, я нашел девушку, которая безумно меня любит. По крайней мере, я в этом уверен. Из которой я могу буквально жить, мы съехались два года назад. Да, у меня нет бабочек в животе при мысли о ней. Зато я всегда знаю, что мой мозг не будет вынесен тупой хернёй. А дома всегда есть кто-то, кто прикроет тебе спину. Когда я был мелким, глядя на отца, я думал, что мужик в семье – это эдакий стальной стержень, который является опорой всему. Нихера подобного. Меня больше всего удивило, что я вообще не могу спать спокойно рядом с девушкой. Мне постоянно хочется её как минимум обнять, переплестись ногами, руку на попец положить или подверг пижамы на грудь. Иногда она из-за этого просыпается и начинаем заниматься любовью. Я гораздо чистоплотнее своего парня. Если я могу пережить, и если вещи на полу с утра, то меня просто трясёт от банок от колы, спрайта, сока по всему дому. Они будут в любом месте, где напиток закончился. Мы честно и с юмором об этом поговорили, и я предложила штрафы для обоих. Если я нахожу пустую банку где-либо, кроме помойного ведра, 500 рублей и в мою сторону, соответственно. Но на другую тему, которая больше раздражала меня во мне, чем его, но да ладно. Итак, мой счёт пополнился на 1000 рублей. И вот, вторую неделю ни одной банки в доме. Вместе два года, один год совместной жизни. В первое время, когда мы только начали встречаться, мы не особо серьёзно разговаривали о наших повседневных привычках или супер важных для нас потребностях. Не так давно это изменилось, но есть вещи, которые поражают нас до сих пор. Он не понимает, как у меня получается услышать будильник утром, выключить его и бодро встать, начиная свой день, даже несмотря на то, что иногда я не чувствую себя выспавшейся. Для того, чтобы он разлепил глаза, мне требуется ставить 1000 один будильник, а потом разбудить его, чтобы он протупил ещё минут цать, приходя в себя. К слову, это его привычка постепенно начала передаваться и мне. Он негодующе смотрит на меня, когда я, выходя из дома, говорю, опять потеряла ключи. Да, у нас есть спецшкафчик для этого у двери, но я так и не выработала в себе способность оставлять ключи в одном месте. Когда мы гуляем, идём куда-либо по делам, постоянно ищу свой телефон, забывая, что он взял его, выйдя из дома, чтобы я его не оставила. В общении с друзьями иногда кажется, что они постоянно играют в игру, кто кого изощрённее обзовёт. До сих пор не понимаю, как можно так легко к этому относиться и не обижаться, но им норм, и это иногда взрывает мой мозг. Наша жизненная активность редко совпадает. Иногда ему нужно побеситься, подурачиться, а я веду себя слишком серьёзно, вечно уставший, а иногда наоборот. Понятие бардака немного расходится. Обычно я сдаюсь на пару дней чаще, чем он. У нас разные позы для комфортного сна. И это бывает мешает нормально уснуть, но не ему. Ему достаточно две минуты, чтобы уснуть. До сих пор в голове не укладывается, как он это делает. Личное пространство, в принципе, самая важная вещь. Сначала я даже не понимала и немного обижалась на фразу «пойду, выйду, мне надо побыть одному». Сразу казалось, что что-то случилось, было сказано, сделано не так. Но со временем мы поговорили об этом, и всё встало на свои места. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую ещё больше контента, переведённого на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырёх слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока!